Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. На своем канале я уже подробно рассказывал про применение схему подключения и настройку суточного таймера Orbis Mini-T и недельного электронного таймера T15OTE. Сегодня же я хочу показать вам пример еще одного цифрового таймера DataLock от компании Orbis. Применяется он для периодического забора окружающего воздуха для проведения анализа. То есть к нему подключен аспиратор, в который нагнетается воздух для последующего анализа. Забор воздуха должен производиться 20 минут, длительностью 20 минут, затем идет пауза 1 час 40. Потом опять 20 минут производится забор воздуха и через час 40 идет пауза. И так производится в течение всей рабочей недели. То есть с понедельника по воскресенье. Вот для этого и применили вот такой цифровой таймер DataLock от компании Orbis. Кстати, еще есть таймер DataLock 2, у которых имеется два управляемых канала. Здесь же управляемый канал 1, то есть имеется один переключающий контакт. Закрытая пара и открытая. Переключающий контакт имеет номинальный ток от 10 до 16 Ампер, в зависимости от типа нагрузки. У меня в качестве нагрузки будет использоваться аспиратор, в устройстве которого установлен электродвигатель. Номинальный ток электродвигателя в момент пуска порядка, по-моему, 10 или 12 Ампер. Я рисковать не стал и подключил нагрузку через контактор. То есть таймер управляет контактором, а уже на выходе контактора подключена нагрузка, то есть наш аспиратор. Питание таймера осуществляется от сети 220-230 Вольт. Вот эти клеммы крайние, то есть сюда подводится фаза, сюда подводится ноль. Эти три контакта, это у нас переключающие контакты. 1-2 это нормально открытый контакт, и 2-3 нормально закрытый контакт. Все, в принципе, здесь по подключению ничего сложного нет. Таймер в своем устройстве имеет резервное питание. В качестве питания используется обычно литиевая батарейка, заявленная работа которого составляет, с данным таймером составляет около 5 лет. Условия эксплуатации таймера находятся в пределах от минус 10 до плюс 45 градусов. В таймере выставляется дата, время, а также в нем имеется возможность автоматического перехода с летнего времени на зимнее. Но в данное время, в связи с отменой зимнего времени, данная функция уже не совсем актуальна. Что тут показано у нас на дисплее? Ну, как видите, S1 это у нас первый канал, время 20.10, дата 3 октября 2017 года. Дальше у нас здесь показан режим, то есть циклический состояние таймера, что вот этот значок, что таймер сейчас отключен по программе и нагрузка выключена. То есть он находится в состоянии OFF. То есть цикл не идет. Быстренько пробегусь по режимам данного таймера. У него имеется обычный режим, то есть автоматический режим включения нагрузки. Например, включить нагрузку, в одно время выключить другое. Также есть и обратный режим, автоматический режим OFF. Выключить нагрузку, через какое-то время включить нагрузку. Помимо этого имеется и импульсный режим, циклический режим и ручной режим управления. Это питающий кабель приходит со сборки. На вводной автомат 4 А у него номинал. На монтаж не обращайте внимания. Эту линию обслуживают городские сети, то есть питание на данный автомат в их обслуживании. Это у нас болт заземления, который соединен с контуром данного помещения. Так, дальше. Ну, это обычная розетка 220 вольт, для включения каких-нибудь сторонних потребителей. А вот сама автоматика по управлению забором воздуха. Что я сюда установил? В общем, здесь установлена Динрейка. На Динрейку установлен обычный контактор PML1100. То есть автомат, можно однополюсный, у меня просто не было в наличии. Взял двухполюсный на 10 А. И сам таймер DataLock Orbis. Дальше что? Вот у нас автомат, а коль нагрузка у нас однофазная, то берется одна фаза. Вот у нас взята одна фаза, она идет на розетку, и уходит на нормально открытый силовой контакт нашего контактора. То есть вот у нас приходит наша фаза на нагрузку. Это у нас кабель, который уходит уже непосредственно на аспиратор, на двигатель аспиратора. Коричневый это у нас фаза, и синий это у нас 0. Здесь двойная клемма, просто используется как соединение, которое уходит на 0. Ну и все, это у нас автомат цепей управления. На него фаза подается сверху, вот отсюда. Можно было с автомата взять, но здесь уже два проводника подключены. Поэтому взял, подключился вот непосредственно отсюда. И отсюда же берется питание нашего таймера, фаза питания таймера. С автомата цепей управления фаза уходит на общий контакт нашего таймера. Ручное управление можно осуществлять и непосредственно с таймером, с лицевой панели таймера. Но тем не менее, меня попросили установить отдельную кнопку или выключатель для ручного управления. Нажали, контактор подтянулся и идет забор воздуха. Дальше, здесь у нас соединяется 0. Это у нас 0 уходит на нулевую шину. А дальше коммутируемая фаза уходит на катушку контактора. И отсюда коммутируемая фаза уходит вот в них на один вывод. Вторая катушка у нас, это у нас 0 со щитка. Соединены с нулями, которые идут непосредственно на таймер. И на розетку. К автомату цепи управления подключены контакты таймера, клавиша выключателя и, соответственно, катушка контактора. Если отключить, допустим, автомат цепи управления, то уже ничего не работает. То есть катушка у нас обесточена и ручного управления нет. При нажатии на клавишу контактор подтягивается и идет у нас забор воздуха. Таймер запрограммирован на цикл. Я приезжал тогда, цикл запрограммировал в 13.09. Дальше выбирается дата дня недели, когда начать цикл. Я был в четверг, поэтому запрограммировал цикл на четверг. Вот этот цикл. Цикл это как означает режим циклический. Дальше вот дата, begin и идет день недели, когда начать. Понедельник я нет, вторник нет, среда нет. Вот я был в четверг, запрограммировал в четверг на дата начала цикла. Окей. Пятница нет, суббота нет, воскресенье нет. Дальше. В какой час будет начинаться цикл? Я запрограммировал в 13.09. Минут. Здесь выставляются минуты. Дальше. День окончания цикла. Ну, коль я начал цикл в четверг, то и его нужно мне закончить тоже в четверг. Вторник, среда, четверг. Вот здесь ставим yes. То есть yes. Дальше выставляем пятница не надо, суббота нет, воскресенье нет. Дальше время, вернее, в котором часу закончить цикл. Ну, естественно, раз я начал в 13.09, нужно его закончить временем раньше. То есть поставил 12 часов и 58 минут. Дальше. Time on hour. Это время длительности включения нагрузки. То есть у нас, как я говорил, длительность включения электродвигателя должна быть, должна составлять 20 минут. Вот я и выставил здесь 0 часов 20 минут. Дальше. Time of hour. Это время, когда идет пауза по циклу. То есть час сорок. То есть вот и, соответственно, выставил час сорок, сорок минут. Все. Вот наш вот этот цикл на всю неделю занял всего две программы. Программа 1 и программа 2. Нужно, чтобы программы по времени не накладывались друг на друга. Иначе предыдущая программа будет сбиваться, то есть не работать. Также у данного таймера есть функция Holiday. То есть я могу, допустим, у меня сейчас запрограммирована целая неделя по циклу. Я могу в какие-то определенные дни сделать выходные дни. То есть чтобы данный цикл в этот промежуток времени не работал. Ну, например, в субботу и воскресенье не хочу я, чтобы происходил забор воздуха. Поэтому на эти дни я могу запрограммировать функцию Holiday. И в эти дни таймер у меня включаться не будет. Очень удобно. Также у данного таймера имеется и случайная программа, то есть рандом. Может включать и отключать нагрузку, как ей вздумается, в интервале времени. Как я уже говорил, рассказывать прям подробно про каждый режим работы таймера я не буду. Если у вас есть соответствующие вопросы, я вам могу ответить с удовольствием в комментариях. Ну, или можете самостоятельно поискать данную информацию в паспорте. Ручной, автоматический. Можно так еще включить. Таймер достаточно интересный и на нем можно много что реализовать. Необычные программы, программировать и циклы, и импульсы. Данный таймер поддерживает в программировании до 50 программ. То есть возможности у него достаточно большие. Ничего сложного в настройке данного таймера нет. Меню достаточно и интуитивно понятное. Ну вот на этом, пожалуй, все. Вот такое получилось небольшое видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Заметки Электрика. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok